Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 56 по 69. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иеродиакона отца Александра. Глава 6. Глава 6. Глава 7. Глава 7. Глава 7. Глава 7. Глава 7. Глава 7. Глава 8. Глава 8. Глава 8. Глава 8. где был прежде по божеству. Кто может сделать это тело небесным, тот, конечно, может сделать его и пищей для людей. Поясняя, что слова его нужно понимать духовно, Господь добавляет, «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Господь прекрасно осознает, то, о чем он говорит, одним человеческим разумом понять невозможно. Речь ведь идет о новой жизни, и все, о чем говорится, нужно понимать духовно, то есть смотреть внутренними очами. Александр Павлович Лопухин поясняет, следовательно, не та плоть Христова, какую видели его ученики в то время, «Тересная природа, сына человеческого, но плоть Христа прославленная и одухотворенная». Вот что должно стать со временем пищей и питьем для верующих. Таким образом, ясно, что в своих словах Господь говорит о плоти, соединенной с Его Божественным Духом. Проявляя свойства божества, Спаситель говорит, «Но есть из вас некоторые неверующие». И в этих словах мы находим не только указания на предведение Господа, но и на Его незлобие, так как Он знал верующих и неверующих с самого начала и, тем не менее, учил всех одинаково. Слова, сказанные Господом, шли вразрез с представлениями иудеев о Мессии. Вот почему многие, как сообщает евангелист Иоанн, после этой беседы отошли от Христа. Тогда Господь, испытывая веру в себя ближайших своих учеников, двенадцати апостолов, спросил, «Не хотите ли и вы отойти?» Блаженный Феофилакт отмечает, примечая, как благоразумно он выразился, не сказал «отойдите», ибо это значило бы отталкивать, но спрашивает, не хотите ли отойти. Таким образом, предоставляет полную свободу, следовать или нет, показывая, что он хочет, чтобы следовали за Ним не из стыда перед Ним, но по сознанию, что за последование получит благодать. Но Симон Петр произносит в ответ великое исповедание веры в Господа. «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». И действительно, нашедшим во Христе живую истину и смысл жизни уже некуда уходить. Ведь это ощущение единственно возможного духовного пути – полноты жизни Божьей и есть действие благодати. Эту полноту жизни Христос нес в себе с самого начала. Именно о ней Он говорит, как о хлебе жизни, сошедшем с небес. И само христианство представляет собой не что иное, как эту новую жизнь со Христом в Царстве Небесном, двери которого открываются человеку, решившему разделить свою жизнь с бесконечной полнотой жизни Божией. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok